приветствую вас дорогие любители творчества добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта комфорта хорошего настроения в атмосферу конечно же волшебства с вами елена ситникова в сегодняшнем видео я решила показать на каком этапе находится мой свитер который я назвала украшение строптивой поскольку это действительно было украшение строптивой это мой дебют спицами после 30-летнего перерыва и вот я решила показать вам что что же у меня получается и уже получилось ну и конечно же если вам понравится этот свитер и вы захотите его связать я покажу вам некоторые тонкости и некоторые нюансы вот такой свитер у меня получается это вот верх естественно здесь еще будет вывязываться вот эта труба как это назвать воротник до под шею и у меня уже сшито и связано перед спинка и рукав то есть практически мне осталось довязать один рукав вот так вот выглядит свитер снизу спинка и перед у меня абсолютно одинаковые то есть вот этот узор аран что спереди что сзади в принципе свитер не будет иметь ни переда не спинки можно одевать как угодно с любой стороны и так дорогие мои сейчас все по порядку я вам расскажу значит смотрите вот так вот выглядят выкройки этого свитера и вот такой вот рукавчик я придумала свитер я перевернула что называется с ног на голову а сделала я это только потому что я не знала что резиночка вообще не держит форму я сейчас покажу в принципе свитер начинался вязать вязаться вот отсюда посмотрите она вообще не держит форму но мне в принципе это и не нужно было почему потому что ну я не хотела чтобы у меня была резинка которая вот будет служить как резинка мне хотелось чисто как сказать свитер прямого силуэта вот можно сказать даже без резинки и наверное все таки мысли материальная так и получилось потому что вот эти вот ниточки повторюсь это шелковый блеск они совершенно не держат резинку и поскольку так вот случилось я приняла решение что низ который был низом у меня станет верхом то есть смотрите как по выкройке то есть что снизу у меня резинка что сверху у меня резинка но тогда возникает вопрос а как же вот здесь вот делать для ну чтобы свитер вверху сидел красиво да и поскольку уже связана резинка и ничего не изменить чтобы вот сделать какой-то окат для шеи да я приняла решение связать вот такой вот рукавчик вот такой вот формы и сейчас покажу как это выглядит на свитере и и вот эта часть вот это вот часть до косы которая идет по рукаву она и служит вот здесь вот она вот так вот вот сюда вот заходит и получается вот здесь вот сейчас я покажу то есть она заходит вот сюда вот так вот и у нас таким образом получается вот такая вот горловинка то есть что спереди что сзади потом здесь буду добирать петли и будет вязаться вот это вот и вот этот вот воротник резинкой да вот таким образом я решила проблему вот здесь вот выреза горловины ну так получилось так вот сложили звезды что все само собой произошло и вот мои хорошие все у меня приходит во время во время вязания все меняется как вы помните когда я только-только начинала вязать этот свитер он был совершенно другим то есть это была идея с канала шеру то есть вот этот вот аран я оттуда взяла потом дальше шел другой канал где я подхватила эту идею и нашла уже другой свитер от массе мадуте там я взяла вот этот жемчужный рисунок и вот и потом придумался вот такой вот рукав чтобы решить вырез горловины вот смотрите мои хорошие счастья вам покажу вот она этот рукав то есть я начинала вязать его снизу тоже вот так вот красиво идет коса по центру вязался он вязался до выреза проймы потом закрывались вот здесь вот петли с одной стороны а вот это серединка до вывязывалась вот это вот косичка вот она у вас сейчас на экране вот она сейчас я еще здесь не закрыла петли но уже вот они не закрыты это для того чтобы потом полегче было присоединяться и вязать горловину и посмотрите как все хорошо красиво получилось то есть вот этот вот элемент во первых он придает жесткость и хочу сказать что вот те знания которые мы приобретаем своих прежних работах да они всегда нам когда-нибудь до пригождаются посмотрите как я красиво здесь решила проблему шва а это вот откуда шов думаю многие уже знают это этот шов я взяла когда вязала пиджак для лёшек дню рождения там было много вот таких вот швов и я решила применить его здесь то есть прям положила вот эту вот косичку сейчас я покажу как выглядит с изнанки и вы все поймете вот так вот выглядит косичка с изнанки и еще решила проблему скоса то есть вот эту вот часть то есть две части это вот то что еще не готова две части вот это перед а это спинка я сложила вот так и и немножко и придала форму для скоса плеча то есть вот на расширение такая трапеция пошла и потом это закрылась косичкой и тамбурным швом прям прокалывая косичку и вот эти вот две части переда и спинки я пришила вот эту косичку на уровне плеча и получился вот такой вот погончик посмотрите какая прелесть еще что хочу сказать на моем канале есть видео как красиво сделать ровный край спицами посмотрите его обязательно потому что без вот этого красивого ровно ровного края я бы не смогла вывязать ну вот этот вот элемент и потом пройтись по вот этой косички тамбурным швом вот просто бы не смогла то есть те знания которые у меня были раньше да когда мы первую петлю снимали а последнюю провязывали изнаночный край получается совершенно другим а вот когда идет первая петля снимается с накидом а последняя провязывается тоже с накидом но лицевой получается очень очень красивый и такой я бы сказала плотный край и вот этот вот край пригодился мне здесь потому что по сути вот этот шов но он сверху лежит да если бы он был некрасивым ну край предполагается спрятать в шов да но не всегда поэтому вот этот прием ссылочку оставлю под видео прием вывязывания ровного края спицами с накидом и лицевой очень очень мне пригодился и вот посмотрите какая красота у меня получилась вот так вот все потихонечку продвигается здесь в маркерами я помечала где я делаю прибавление на скос рукава мне так было удобнее кто будет вязать сразу тоже вот как бы берите себе на вооружение почему вот здесь чтобы маркеры мне не мешали и мне легко было ориентироваться именно по вот этому узору косичка то есть начинается скрещивание косички и в этом же ряду я сделаю делаю прибавку на сквозь рукава и таким вот образом я двигалась сразу хочу сказать вот те расчеты на прибавки которые я предварительно делала они немножко с погрешностью поэтому но по плотности вязания я рассчитывала поэтому вот эти вот прибавки которые вы сейчас видите это я еще спонтанно корректировала то есть я вязала и параллельно прикладывала и к пройме рукава да и параллельно ну просчитывала как у меня идет прибавка попадаю я вот в это расстояние проймы или нет вот по плотности точно у меня не удалось высчитать я не знаю как у вас напишите в комментариях вот всегда у вас расчет плотности изделия совпадает с реальностью у меня вот не всегда совпадает вот посмотрите как еще оформлено пройма рукава вот это вот ложная пройма и посмотрите как вот этот край о котором я говорю вам еще и послужил мне сделать красивый незаметный шов то есть в итоге у меня получилось девочки что у меня свитер как будто бы без шва ну то есть вот смотрите вот это вот идет перед и спинка вот такая косичка идет сбоку по одной из частей так будем говорить переда или спинки вот посмотрите что получилось это шов вот эта косичка вывязывание красивого ровного края позволила мне это сделать то есть там получается три ниточки за которые можно ухватиться попробуйте связать эту косичку и вы поймете о чем я говорю и в итоге получилось у меня вот вот этот вот красивый очень красивый незаметный шов и изделие получилось как будто бы без шва да сейчас покажу выкройку принятие вот решение связать вот эту вот пройму пришло у меня на второй детали то есть сначала вывязывалась от одно полотно но будем говорить так тут без разницы спинка это или перед одно полотно связалась просто ровно а второе полотно я вывязала вот эту вот косичку вот этот край пришивался вот сюда потом втачивался рукав и вот вы видите как красиво получилось то есть все гармонирует вот идут косички по переду сараном да потом идет вот эта косичка сбоку и в ней прячется вот этот нас наш шов который мы которым мы соединяли спинку и перед потом опять идет спинка или перед такая же такой же рисунок без изменения и опять вот такой вот красивый шов то есть вот это вот дополнение которое я ну так скажем приняла решение его сделать она еще и дает очень красивую посадку свитера по фигуре вот видите как получается то есть как бы вот такая пройма получилась не просто если бы я вот соединила две детали до без вот этого ложного подреза так он по моему называется а вот с такой вот красивой косичкой косичкой и еще и послужила вот этим подрезом для проймы рукава и вот мой свитер очень красивый очень мягкий девочки я конечно же его еще раз постираю прежде чем но продемонстрировать когда свяжется рукав 2 когда все пришьется когда я вывяжу вот здесь вот горловину горловину мне нужно вывязать когда будет готов и втачен второй рукав в общем я очень-очень довольна результатом и если учесть что это мой дебют конечно здесь очень много погрешности я их все вижу во-первых плотность пляшет во вторых кое-где я вижу ошибки в провязывании петелек ну все это я думаю можно простить мне потому что это мой самый самый первый свитер который я вижу спицами повторюсь что у меня перерыв был 30 лет это можно сказать что я начинаю вязать с нуля так что вот мои хорошие вот думаю что вот это вот идея с вывязыванием вот такой вот формы рукава с таким вот красивейшим я бы назвала его как погонщик такой служит да вот и очень мне нравится и свитер очень хорошо сидит по фигуре да мои хорошие я вот что хочу у вас просить посоветоваться пожалуйста напишите мне я вот никак не могу определиться когда свяжется второй рукав и я буду вывязывать вот здесь вот вот эту вот трубу до воротник как мне быть либо все связать резинкой два на два либо пустить вот и по воротнику вот эту косу с одной и с другой стороны поскольку вот не держит форму да ну как бы это же будет вот так вот мы с подгибом воротник но резинка вообще не держит форму может быть спандекс мне потом как бы вставить воротник но воротник как-то спандекс даже не знаю в общем очень надеюсь на ваши комментарии по поводу как же связать воротник вот с этой косичкой или резинкой просто вот резинкой 2 на 2 я все никак не могу определиться вот с этим решением прийти к этому решению и в итоге что у меня получилось вниз у меня стал верхом а здесь вот я просто связала и закрыла петли и получилось вот такая вот резиночка внизу сначала хотела сделать свитер с разрезами ну вот здесь вот сбоку да ну что-то потом не стала мудрить и связала вот так как как вы видите что еще хочу сказать ниточки вы знаете что здесь шелковый блеск в два сложения добавлена тоненькая ниточка кашемира итальянского вязала я спицами я еще кстати купила себе два набора спиц которых нет вот в этом наборе ади да я еще купила себе 275 ади и 325 потому что в этом наборе спицы идут от трех с половиной вот свитер я вязала спицами вот их здесь нет как раз я вяжу второй рукав 275 очень довольна этими спицами ади ни за что не променяю их на другие и помните то моё первое видео когда я покупала этот набор я советовала вам его приобрести так вот так и случилось набор очень резко подорожал сейчас набор стоит около 9 с чем-то тысяч вот этот ади я его покупала по моему за 5 600 так что не жалею нисколько и рада этому приобретению вот мои хорошие свяжем теперь несколько слов еще скажу по поводу дальнейших моих действий да когда свяжется свитер и по поводу нашего следующего нового проекта который называется Париж по идее Светланы Волкодав мои хорошие я очень благодарна вам за ваши комментарии за ваши дельные комментарии за ваши советы по поводу этого комплекта что хочу сказать мнения разделились поскольку я нашла несколько способов вязания этого комплект там и спицы и с протяжкой и крючком и я сейчас нахожусь в выборе как же мы будем вязать этот набор мои хорошие я решила сделать два образца то есть один образец спицами и жаккардом гусиные лапки второй образец крючком и вот сделаю ВТО этих образцов покажу вам все расскажу и мы придем к общему мнению как же мы будем вязать этот комплект уже на основании тех знаний когда будут готовы образцы и они пройдут ВТО вот поскольку пряжа там махер ангора ДЕЛЮКС и ЛАНА ГОЛД по-моему вот я еще буду добавлять шелковый блеск посмотрим как же ведут себя образцы в крючке и в спицах в жаккарде но у меня почему-то вот складывается такое мнение что у меня будет комбинированное комбинированное вязание возможно полотно мы свяжем крючком а вот эти вот боковые части в кейпе поскольку там идут косы а мне их очень хочется в кейпе связать прошу прощения я свяжу спицами и вот такая сборная солянка у нас получится ну во всяком случае у меня вот такие мысли присутствуют это не точно еще повторюсь свяжем образцы я прочитаю ваши комментарии и все придем к какому-то общему выводу вот по этому поводу вы мне тоже пожалуйста напишите пожалуйста побольше активности когда видео набирает большие просмотры когда я читаю ваши добрые комментарии я сейчас не буду останавливаться на негативных комментариях скажу сразу я таких людей просто сразу блокирую мне так проще я могу ответить там один раз да написав ну какой-то ответ на неадекватный комментарий и сразу таких людей блокирую мне такие подписчики вот которые вот со своим жалом со своими какашками как говорится мне совершенно этот негатив не нужен поэтому я спокойно к этому отношусь ну улыбнулась нажала кнопочку в черный список заблокировать и все на этом как бы мои действия закончились и я спокойна и счастлива а вот те люди которые приходят ко мне на канал с доброй душой с какими-то дельными советами которые хотят чему-то учиться которые возможно учат даже меня потому что мы мы все как бы учимся и я этого не сцежусь ну вот вы сами видите что тридцать лет прошло я взялась за спицы и все вот это то что вы сейчас видите вот этот мой дебют это все благодаря вам мои дорогие подписчики я вас очень-очень люблю все мои хорошие коротенькое видео надеюсь на вашу активность активность жду ваши комментарии всех люблю и до новых встреч с вами была Елена Ситникова пока-пока и до новых встреч пока